Занятие спортом – одна из главных причин, благодаря которым ребенок будет расти здоровым и крепким. Физические нагрузки и активный отдых – важная составляющая хорошего самочувствия и прекрасного настроения, подтвердит любой детский наставник. Мы же попытаемся объяснить, зачем юные любители дзюдо рвутся на соревнования даже при форс-мажорных обстоятельствах. В регионе проект «Детская лига дзюдо» реализуется уже четвертый год. На второй этап состязаний среди младших юношей 2006-2007 годов рождения заявились 13 команд. В гости пожаловали любители японского единоборства из Нижней Тавды и Тобольска. А все ради того, чтобы попробовать свои силы в увлекательном соревновательном формате. Ребятам очень интересно этот формат соревнований, то есть командной борьбы. Тем, что это действительно сплачивает, сдруживает их. И какая-то у них появляется такая взрослая ответственность за команду, за себя. И не подвести тренера, не подвести родителей в этом управлении им интересно. Мы с четырех лет уже набираем группы. Дети ходят два раза в неделю по 30-45 минут. Им очень нравится, они играют. Оденем их в кимоно и они чувствуют себя настоящими дзюдоистами. Поединки стенка на стенку. Каждая встреча насчитывает 9 схваток, в которых бьются борцы, выступающие в разных весовых категориях. Пока один сражается на татами, остальные болеют за него так, как обычным зрителям и не снилось. Все максимально приближено к серьезным состязаниям. Квалифицированные судьи без компромиссной зарубы в каждом поединке. Настолько они увлекательны, что участники мчатся на турнир прямо из процедурных кабинетов поликлиник. Я упал, получается, на палец. Вот так вот. Он на изгиб пошел, у меня фаланга сломалась. Сейчас я буквально полторы недели проходил в гипсе. Этого недостаточно. Вот я сейчас в пластыре хожу. Стенка на стенку. Например, вот борешься, ты в личке. Ты можешь выиграть, можешь проиграть. Это никому не будет интересно. А вот стенка на стенку, у тебя появляется командный дух, во-первых. Во-вторых, если ты проиграешь, то у команды есть шанс еще выиграть. Примечательно, что борются в детской лиге дзюдо не только представители спортивных школ, но и частных клубов. А таких в региональной столице масса. Например, опытный Юрий Давыдов, тренируя юных дзюдоистов в Бусидо, пытается максимально разнообразить занятия для своих воспитанников. У нас рамок нету. Я, то есть, когда вижу, что у меня план борьба на ковре, ребята пришли, начинают играть. То есть, я могу тренировку перестроить и сделать игровую тренировку. То есть, здесь я как бы сам себе хозяин, но в то же время я поддерживаюсь общего плана, который там всероссийской, есть программа, и которой мы все равно придерживаемся. Всего детская лига дзюдо включает 6 этапов и финальный раунд, куда получат путевку 8 лучших команд. Он состоится в мае.